Дорогие друзья, предлагаю вам послушать начало книги из подборки, которая называется «Книга, которую вы хотели послушать». Посвящается принцу Майклу, Пэрис и Бланкету. Сущность артиста отражена в его работе – Майкл Джексон. В глубине души я ощущаю, что этот мир, в котором мы живем, на самом деле огромный, гигантский, монументальный симфонический оркестр. Мне кажется, все творения в своей изначальной первобытной форме являются звуками. И не просто какими-то случайными звуками, но музыкой. Музыка управляет ритмом каждого сезона, биением наших сердец, перелетом птиц, приливами и отливами океанов, циклами роста, развития и распада. Это музыка, это ритм. И моя цель в жизни – передать миру то, что мне посчастливилось получить. Экстаз единения с Богом при помощи музыки и танца. Майкл Джексон. От автора. Эту книгу я начал писать в 2005 году, во время которое, несомненно, было самым тяжелым для Майкла Джексона. После печально известного документального фильма Мартина Башира «Жизнь с Майклом Джексоном», артист почти два года был центром жареных новостей, предметом ненасытного бурного смакования в желтой прессе по всему миру. Его судебный процесс освещали более двух тысяч репортеров из 35 стран. Ему отводилось больше эфирного времени и места на первых полосах, чем войне в Ираке или геноциду в Судане. Подкрепленные таблоидным враньем измышления телеведущих Нэнси Грейс и Дайан Даймонд органично влились в новостные видеорепортажи. Обсуждение поведения Джексона стало главной темой практически на всех новостных и развлекательных каналах почти каждый вечер более чем на полгода. Большинство людей считали, что Джексон виновен в уголовных преступлениях и пользовались случаем, чтобы высмеять все, начиная с его внешности и детей, и заканчивая различными эксцентричными поступками. «Хватит с Америки этого парня», – заявил консервативный ведущий Fox News Билл О'Райли. «Он просто чудик. Когда я приехал в Санта-Марию, штат Калифорния, тем летом, атмосфера там была почти цирковая. СМИ выстроили вокруг здания суда целый город. Трейлеры, палатки и тарелки для спутникового вещания окружали строение. Репортеры были повсюду, выступали перед камерами, проводили интервью и говорили по мобильным телефонам. Конечно же, там были и сотни поклонников певца, и просто люди, которые хотели что-то продать, посмотреть на бесплатное шоу или попасть на телевидение. Однако очень быстро стало ясно, что мало кого интересовали доказательства, объективность и нюансы дела. И почти никто не старался соблюдать правила приличия. Рейтинги новостей зависят от бесперебойного потока сенсационных заявлений, инсинуаций, сплетен и умозаключений именно эта публика и получала. Самого же Джексона превратили в цирковое посмешище. Он стал современным человеком-слоном, умолявшим людей о том, чтобы к нему отнеслись по-человечески, одиноким посреди толпы зрителей, тыкавших в него пальцами. Человек-слон, живший в викторианской Англии человек, Джозеф Кэрри Мэрик, который приобрел известность из-за чудовищно деформированного тела. Джозеф был нанят цирковым шоуменом для участия в номерах шоу-уродов, где выступал под прозвищем Человек-слон, примечание переводчика. Британский журналист Чарльз Томпсон назвал освещение процесса одним из самых позорных эпизодов в истории журналистики. Политический обозреватель Джефф Купер Смит охарактеризовал его как линчевание в стиле хай-тек. Джексона, разумеется, полностью оправдали по всем статьям, однако урон уже был нанесен. Его изумительная музыка потонула в шумной какафонии скандала, его видео и танцы были стерты из памяти и заменены кадрами новостей, на которых сломленный человек осторожно пробирался из зала судебных заседаний к своей машине. Когда я начал работать над этой книгой, моей целью было возродить Майкла Джексона артиста. Скандалы, в которые он попадал, и его эксцентричное поведение на протяжении многих лет активно и до тошноты часто освещались в СМИ. И, увы, чаще всего эти новости были нагромождением намеренных спекуляций. Между тем, мне всегда казалось, что рассказ о его творческой работе бесконечно более богатое, интересное и захватывающее повествование, чем все светские сплетни. Поэтому я так хотел вновь привлечь внимание общественности к тайне его творчества. За следующие пять лет я прочел практически все книги, написанные о поп-звезде. Учитывая его влияние на культуру, было удивительно, насколько мало о нем писали по существу. На книжных полках стояло множество серьезных глубоких жизнеописаний Элвиса Пресли или трудов о творчестве Битлз. А большинство книг о Джексоне делились на две категории – сам издат поклонников, превозносивших его до небес, и таблоидные разоблачительные истории. Безусловно, были некоторые исключения, например, автобиография Джексона «Лунная походка. Мунбок», изданная в 1988 году, и масштабная работа Рэнди Тарабарелли «Майкл Джексон. Волшебство и безумие». За период моих исследований, а особенно после смерти певца, появились и другие значимые книги, в том числе «Музыкальный каталог Криса Кадмана» и «Крэга Ахалстеда. Энциклопедия творчества Майкла Джексона. For the Record» – красноречивый сборник эссе Армонда Уайта, не останавливаясь о хронике Майкла Джексона. Книга Марка Фишера «Предотвратимые гибель Майкла Джексона», а также «В студии с Майклом Джексоном», посвященная больше музыкальной технике, но все же интересная работа Брюса Свидена. Однако, хотя каждая из этих книг содержала много ценных сведений, меня не оставляло ощущение, что книга, в которой оценивалась бы вся колоссальная работа Джексона, над каждым альбомом, над каждой песней, все еще не написана. В начале своего пути я ориентировался на классическую работу Иоанна Макдональда «Революция в сознании», записи Битлз и 60-е. И несмотря на то, что моя книга структурирована иначе, я в итоге решил организовать анализ поальбомно и сделать упор на контекст и интерпретацию, а не углубляться в технические детали. Я все же надеюсь, что она близка к этому образу в том, что касается глубины, широты и полноты анализа. Я стремился не просто описать музыку Майкла Джексона. Очень часто музыкальная критика и в особенности критика работ Джексона звучит в снисходительном тоне, умаляющем заслуги артиста. Я же хотел написать что-то строгое в историческом и критическом аспекте, но подойти к предмету анализа с меньшим цинизмом и большей любознательностью, что именно пытался передать в своей музыке Джексон, о каких проблемах говорила, что провоцировала и что освещала его работа, как это было сделано и на какую реакцию он рассчитывал. Я согласен с литературным критиком Марком Эдмудсоном в том, что искусство интерпретации должно начинаться с попытки увидеть мир глазами артиста, прийти к той версии аналитической работы, которую артист, каким мы представляем его, одобрил бы и который был бы удовлетворен. Браться за написание книги, построенной на основе такой философии, было, конечно, страшно. Воздавать должное любому артисту – задача не из легких. Но Майкл Джексон представляет собой особый случай. Вероятно, самым тяжелым было А. Собрать достаточно надежной информации, чтобы четко понять, когда, где, почему, как и с кем он создавал свои произведения. И Б. Собрать экспертные знания во всех областях, в которых он работал. Музыка, пение, танцы, кинофильмы, студийные технологии и так далее. Я быстро понял, что мне предстоит стать одновременно исследователем и журналистом, берущим интервью, и автором, позволяющим людям, которые знают больше меня, говорить самим. С этой целью я изучил множество инсайдерских отчетов, обзоров и анализов работы Джексона. Прочел все интервью, которые Майкл Джексон дал за свою жизнь, начиная с 1977 года. И все существующие интервью с его коллегами. Куинси Джонсом, Брюсом Свиденом, Родом Темпертоном, Тедди Райли, Родни Джеркинсом, Мэттом Форджером, Брэдом Баксером и Биллом Баттреллом. Однако самыми интересными и познавательными были личные беседы с некоторыми из них, а также со многими другими людьми, тесно сотрудничавшими с Джексоном. «Общение с творческими партнерами певца, продюсерами и звукорежиссерами, музыкантами и техническим персоналом дало мне потрясающую информацию о том, как работал Джексон-артист, как создавались конкретные песни и альбомы. Многие из тех, с кем я беседовал, редко высказывались о Джексоне публично, однако все они щедро уделили мне внимание и были очень довольны тем, что тот Майкл Джексон, которого они знали, наконец-то будет отображен в печатном слове. В исследованиях мне также очень помог журнал Rolling Stone, в архивах которого содержались богатые и важные материалы почти о каждом этапе карьеры Джексона. Кроме того, ценным подспорьем стали онлайн-архивы журналов Time и Ebony, газеты New York Times и веб-сайта The Michael Jackson Archives. Души приказчики Майкла Джексона охотно предоставили необходимую поддержку и отзывы. К сожалению, мне так и не удалось взять интервью у самого Майкла Джексона. Последнюю ночь перед тем, как он умер, я как раз работал над книгой. Я надеялся побеседовать с ним в Лондоне во время концертов This Is It. Из интервью 2007 года, которое он дал журналу Ebony, я узнал, что он очень хотел снова привлечь внимание к своей работе, вернуть себе статус артиста, а не таблоидной диковинке. Но в ту ночь грянули трагические вести. Я был потрясен. Как и множество людей, я вырос с Майклом Джексоном и его музыкой. Он стал для меня тем, кем для предыдущих поколений были музыкальные новаторы Элвис Пресли, Джон Леннон и Боб Дилан. Когда я впервые в девятилетнем возрасте увидел его выступление на 25-летии студии Маттаун, я был совершенно очарован. Я до дыр затер видеокассету Майкл Джексон «Легенда продолжается», просмотрев ее бесчисленное количество раз. Я ездил в школу на велосипеде, слушая песни Beat It, Man in the Mirror и Black or White. С годами мои музыкальные вкусы изменились и развились, но восхищение Джексоном осталось. С возрастом я открывал в его произведениях новые и новые смыслы и глубины. Вместе с его смертью пришло чувство потери и глубокой печали. Печали о том, что могло бы быть, но не случилось. И все же, как Джексон сказал за два года до этого, цитируя одного из своих творческих кумиров Микеланджело, «Я знаю, что создатель уйдет, но его работа останется. Поэтому, чтобы избежать смерти, я пытаюсь вложить душу в свою работу». Это, вероятно, его самые откровенные слова о своем наследии и о памяти, которую он надеялся оставить. Создавая эту книгу, я постарался проникнуть в суть его творчества, в самое сердце его одухотворенной работы. Исследуя ее снова и снова, я делал все новые волнующие открытия. «Надеюсь, что книга «Человек в музыке» подарит подобные опыты читателям, распахнув дверь в творческий мир одного из самых уникальных артистов прошлого столетия». Джозеф Вогель. Апрель 2011 год. Предисловие. Энтони де Куртис. Летом 2001 года я работал главным сценаристом шоу, организованных в честь 30-й годовщины сольной карьеры Майкла Джексона. Двух концертов, которые были запланированы в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке на 8 и 10 сентября. Шоу сняли на видео, смонтировали и позднее показали по телевидению, а также выпустили на DVD. Отмечали годовщину релиза первого сольного сингла Джексона «Got to be there», вышедшего в 1971 году и попавшего в пятерку лучших хитов того года. Концерты проводились как раз накануне выпуска «Invincible» – первого нового альбома Джексона за последние 6 лет. Релиз альбома ожидался в следующем месяце, и хотя на тот момент этого никто не знал, ему суждено было стать последним студийным альбомом Майкла Джексона. Подготовка к шоу велась, мягко говоря, беспорядочно. Продюсером был Дэвид Гест. Что тут еще скажешь? Среди специальных гостей числились Лайза Миннелли, на которой Гест позднее женился, чтобы вскоре развестись, Марлон Брандо, Элизабет Тейлор и другие звезды предыдущего поколения, казавшиеся совершенно неуместными на поп-концерте, особенно в период, когда Джексону более чем когда-либо нужно было подтвердить свою современность. Для меня стресс тех недель, прошедших в работе над сценарием, усугублялся еще и тем, что на 8 сентября у меня была назначена свадьба в штате Нью-Йорк. Получалось, что сам я не смогу посетить концерты, поэтому вся моя работа, сколь бы необычной и волнующей она не была, в тот момент казалась мне несколько отвлеченной. Лучше всего я запомнил вечер репетиций за пару дней до первого шоу. 20 тысяч кресел концертного зала были пусты, и лишь кое-где сидели члены съемочной группы, техники, отвечавшие за декорации оборудования и представители артистов, которые должны были репетировать тем вечером. Там же была и Уитни Хьюстон, имевшая отсутствующий и потерянный вид. На сцене репетировал Майкл Джексон с братьями и музыкантами. На Майкле Джексоне не было сценического костюма. Он был одет в просторные мягкие брюки и свободную рубашку, и все время держал под рукой очки для чтения, то и дело заглядывая в разные бумаги. Когда он говорил не прямо в микрофон, я за своего места практически не слышал его. Однако часто он говорил в микрофон так, чтобы все на сцене могли его слышать, и время от времени повышал голос, приближая микрофон вплотную к лицу. Главным образом его заботила хореография шоу, было видно, что он спокоен и все держит под контролем. Джексон четко знал, как именно ему и братьям нужно двигаться под музыку, где он должен быть на каждый такт ударных, и какие эффекты в музыке наилучшим образом подчеркнут его движения. Он много беседовал со своим музыкальным директором Грэгом Филингейнсом. Неизменно дружелюбно, уважительно и профессионально. Переговариваясь без микрофона, Джексон и Филингейнс то сосредотачивались на работе, то смеялись. Им хотелось сделать все как надо, но в то же время они получали удовольствие от работы и с нетерпением ждали этих концертов. Джексон казался несколько отстраненным от братьев. Холодности или высокомерия в его поведении не было, он просто держался особняком. Он выглядел как музыкант и исполнитель, который точно знает, что ему нужно, но и ценит усилия других. Он понимал, что именно его имя напечатано на рекламных плакатах, и если что-то пойдет не так, пятно ляжет на него, а не на кого-то еще. В те годы я много писал о Майкле Джексоне, не раз наблюдал за его выступлениями и обсуждал его в новостях и телепередачах. Через месяц после шоу в Мэдисон Сквер Гарден у меня было запланировано длительное телефонное интервью с ним. Он должен был ответить на вопросы поклонников, тщательно отобранные его многочисленными сотрудниками. Все это проходило в режиме реального времени в интернете. Я никогда не видел его в такой ситуации, и то интервью очень впечатлило меня. Прежде всего, оно напомнило мне о том, почему Майкл Джексон вообще заинтересовал мир. Он – один из лучших исполнителей, которых я когда-либо видел, и его музыка мгновенно зажигала танцплощадки. Каждый раз, когда я слушаю его песни, я нахожу в них новые замечательные нюансы, изобретательные штрихи, которых раньше не замечал. В этом конкретном смысле его смерть стала благословением. Она заставила людей заново открыть для себя его артистизм, осознать, насколько он был для них важен и как много значила в их жизни его музыка. У молодых людей, которые не выросли с Майклом, появилась первая возможность послушать его музыку без груза предрассудков и клише. Однако, ни к чему придумывать отговорки. Без всяких сомнений, Джексон должен нести некоторую ответственность за то, из-за чего в последние годы жизни он стал подобием боксерской груши. Его поведение и эксцентричность часто отвлекали внимание от его работы, а некогда воодушевляющая амбициозность превратилась в мегаломанию. Однажды в одном из интервью для центральной статьи в журнале Rolling Stone я спросил Джанет Джексон, что будет, если она запишет великий альбом, который не продастся? Сможет ли она принять этот факт? Она удивленно посмотрела на меня, так, словно я внезапно заговорил с ней на иностранном языке, который она не в состоянии понять. Что это за великий альбом, если его не покупают? Подобную коммерческую этику Джексона исповедовали всю жизнь, и Майкл был еще более ярким ее приверженцем, чем Джанет. Этому есть понятные причины, как культурные, так и личные. Но трудно спорить с тем, что попытки Майкла повторить успех альбома триллер и заново пережить момент, наполнивший его мир смыслом, нанесли ему непоправимый урон. И СМИ, несомненно, попали в психологическую ловушку, бессознательно расставленную самим Джексоном. Все его работы после триллер они мерили по недостижимой коммерческой планке, к всеобщему разочарованию и в первую очередь к его собственному. Тем не менее, как Джо Вогель убедительно демонстрирует свои прекрасные и всеобъемлющие книги, Джексону на протяжении карьеры удалось создать великолепную и значимую музыку. Увы, к моменту смерти артиста его проблемы полностью эту музыку затмили. Как и все люди, внимательно следившие за Джексоном, я, разумеется, понимал, что на сцене он был абсолютно и безоговорочно счастлив. До той ночи в Мэдисон-Сквер-Гарден я думал, что дело просто в белой горячке выступления, выжигающей все прочие проблемы. Но когда я увидел, как Майкл готовится к концертам в честь 30-летия сольной карьеры с таким спокойствием и легкостью, мне стало ясно, что на сцене он счастлив прежде всего потому, что он артист. Его музыка значила для него больше, чем все остальное. На страницах книги «Человек в музыке» я нахожу ту же неизменную концентрацию и мастерство, которую я наблюдал в ту ночь, глядя на Майкла. Эта книга – дань уважения неудивительной работе Майкла Джексона и, несомненно, дань более чем заслуженная. Энтони де Куртис – внештатный редактор журнала «Роллинг Стоун», которым его статьи публиковались более 25 лет. Время от времени он пишет для «Нью-Йорк Таймс» и многих других печатных изданий. Он является автором книг «Другими словами артисты о своей жизни и работе» и «Моя жизнь в ритме рок-н-ролла». Он также выступал редактором книги «Настоящее время. Рок-н-ролл и культура» и создателем иллюстрированной истории рок-н-ролла и путеводителя по альбомам «Третье издание», выпущенных журналом «Роллинг Стоун». Его эссе, сопровождавшее бокс-сет Эрика Клэптона «Кросс Роудс», завоевал награду Грэмми в номинации «Лучшая заметка об альбоме». Он имеет степень доктора наук в американской литературе и ведет курс по писательской программе Университета Пенсильвании. Введение. Великое приключение. Майкл Джексон часто объяснял свой творческий процесс как акт изобретения чего-то, что уже существует. Он утверждал, что является всего лишь курьером, приносящим творчество в мир, посредником, через которого течет музыка. Он цитировал философию Микеланджело, повторяя слова художника о том, что в каждом куске камня или мрамора таится спящая форма. Скульптор всего лишь освобождает форму, настаивал Джексон. Она уже заложена внутри. Она уже заложена. Джексон рассматривал свою работу как акт освобождения. Он хотел выпустить на волю связанное, преобразить оцепеневшее, пробудить дремлющее. Он пытался пробиться сквозь преграды, сдерживавшие воображение, разорвать цепи, психологические, социальные или политические, сковывающие тело и разум. В этом он видел смысл искусства и именно такого влияния на публику добивался. И миллионам людей по всему миру он дал именно это. Для своих поклонников он всегда больше, чем просто знаменитость или поп-звезда. Он был живым воплощением музыки. Его песни и выступления, дарившие поток сильнейших эмоций, были как инъекция жизни. Одни сравнивали это с духовным экстазом, другие с экзорсизмом. Поклонники его творчества говорили об ощущении погружения в иной мир, о вдохновении. Побывав на одном из концертов Бэттура в 1988 году, журналист Newsweek Джим Миллер описал Джексона как человека, обладавшего фантастической энергией его предшественника Джеймса Брауна. Притягательной хрупкостью Дайана Росс, неуклюжим пафосом Чарли Чаплина и неловким восторгом человека, изумленного тем, что он живет и дышит. Толпа ахает и визжит. Джексон иногда сравнивал взаимный обмен энергии на живом выступлении с летающей тарелкой фрисби. Ты держишь ее в руке, касаешься ее и бросаешь обратно. Публика для него была не просто пассивной массой зрителей, она была ярким сообществом всех возрастных категорий, рас, религий и культур. Они стояли плечом к плечу на время сплоченные чарами его музыки и выдумывали мир заново. «Их можно отвезти куда угодно», — говорил Джексон. «Это был его дар артиста. Способность растворяться в историях, эмоциях, волшебстве музыки и вести за собой массы людей. Он называл эту творческую связь множеством имен. Эскапизм, развлечение, умение произвести эффект, искусство. И все же для Джексона, прежде всего, важно было делиться любовью и получать ее обратно». Воплощение музыки. Тело Джексона было его естественным холстом. Он был танцором до мозга костей. Дома танец служил ему и физическим упражнением, и разрядкой. Он танцевал во время записи песен в студии. На сцене его тело, казалось бы, одержимо музыкой. «Я раб ритма», — объяснял он. «Я — палитра. Я просто подчиняюсь моменту. По-другому невозможно, потому что если ты начинаешь думать, это смерть. Выступление строится не на мыслях, а настроится на ощущениях». Для Джексона хореография была сродни линиям рисунка. Она устанавливала очертания, в которых можно работать. Смысл ее не в том, чтобы делать шаги под счет, а в том, чтобы экспериментировать и выражать себя в этих границах. В своем творческом пространстве он становился воплощением каждого отдельного элемента. «Когда ты танцуешь», — пояснял Джексон, «ты лишь интерпретируешь музыку, звуки, аккомпанемент. Слушая бас или виолончель, или гитару, ты становишься эмоцией, которую несет звук». Эта способность заполнять себя музыкой выделяла его среди прочих танцоров. Многие его движения, включая лунную походку, уже были придуманы до него, но он понял их глубже, чем понимали до него, понял, что они могут сообщать, какой смысл можно вложить в них, и сделал их своими. Необычное образование Чтобы понять Майкла Джексона как певца и композитора, нужно понимать его как танцора и исполнителя. Это очень важно, поскольку если кто в мире и являл собой пример человека танца и песни, так это Майкл Джексон. Он учился у лучших из лучших, у Сэми Дэвиса-младшего, Джеймса Брауна, Джеки Уилсона, Фреда Астера и Джина Келли. Когда Джексону было всего 8 лет, он наблюдал за ними из-за кулис легендарных театров Регал и Аполло, жадно впитывая увиденное. Самым большим откровением для юного Майкла Джексона явился крестный отец Соула, Джеймс Браун. Как Элвис Пресли был примером для молодого Джона Леннона, так Джеймс Браун стал примером для Майкла. Джексону, однако, выпала возможность увидеть своего кумира вблизи лично. «Наблюдая за Джеймсом Брауном из-за кулис, вспоминает он, я выучил каждый его шаг, каждый поворот, каждый наклон. Должен сказать, он давал выступления изнуряющие, выматывающие зрителей эмоционально. Само его присутствие, огонь, вырывавшийся из всех его пор, были феноменальны. Ты чувствовал каждую каплю пота на его лице и понимал, что он сейчас проживает. Я никогда не видел, чтобы кто-то выступал так, как он». Майкл Джексон перенял от Брауна не только манеру выступления и элементы танцев, фирменное ритмическое пение, отрывистый вокал стоккатто с короткими слогами, покряхтованиями, выкриками и восклицаниями. И чистый, природный фанк прослеживаются во всей его музыке. Он, разумеется, адаптировал стиль Брауна и объединил его с другими стилями, но именно Браун, без всяких сомнений, оказал на юного Джексона самое глубокое влияние. Музыкальное образование Джексона продолжилось в студии Маттаун, где его окружали известнейшие музыканты той эпохи Марвин Гэй, Смоки Робинсон и Гладис Найт. Маленького Майкла особенно очаровала Дайана Рос, в чьем доме он жил несколько месяцев после переезда в Лос-Анджелес в 1970 году. «Она была искусством в движении», писал он позднее. «Однажды я наблюдал, как она репетировала перед зеркалом. Она не знала, что я подглядываю за ней. Я изучал ее, изучал то, как она двигалась, как пела, как подавала себя». В юном возрасте Джексон также наблюдал за работой Стиви Уандера в студии, когда тот записывал свои классические альбомы, включая Songs in the Key of Life. «Майкл всегда приходил в студию с любопытством, всегда хотел знать, как именно я работаю и что делаю», вспоминает Уандер. «Как ты это делаешь? Почему ты это делаешь?» Думаю, наблюдая за разными людьми в процессе создания музыки, он понимал, что это требует немалого труда. Джексон позднее назвал Стиви Уандера музыкальным пророком. За время карьеры в Маттаун маленький Джексон сменил множество наставников, которые помогли ему отполировать природные способности. Среди них Сюзанна Депас, первый менеджер-стилист, пиар-конструктор и хореограф группы «Джексон Файв», по совместительству также исполнявшие материнские обязанности. Группа талантливых композиторов и продюсеров под общим названием корпорация «The Corporation», в которую входили Дик Ричардс, Фредди Перен и Альфонзо Мизел. Композитор Хэл Дэвис, написавший много песен для Джексон Файв и Майкла от «I'll be there The Dancing Machine», и все же никто не сыграл столь важной роли в развитии юного Майкла, как сам создатель Маттаун Рекордс Берри Горди. Именно Горди научил Джексона перфекционизму и тщательному вниманию к деталям во время работы в студии. Если требовалось сделать сотню дублей одной и той же песни, чтобы записать ее как должно, значит, они делали сотню дублей. Это было изнурительной тренировкой, в особенности для ребенка, но Джексон учился. «Никогда не забуду его настойчивость», писал он позднее. «Я наблюдал за каждой секундой сессии, на которых присутствовал Берри, и навсегда запомнил то, чему научился там. По сей день я придерживаюсь тех же принципов». Вероятно, самое важное, что Горди привил Майклу, это стремление к покорению публики и хит-парадов, к созданию музыки, завоевывающей мир. Горди был находчивым и практичным руководителем. Он чувствовал, что музыка чернокожих артистов может и должна достичь массовой, межрасовой, даже международной аудитории. И хотя многие считали, что облагораживать и продвигать черную музыку в мейнстрим его заставлял в основном коммерческий интерес, но все же без всяких сомнений Горди проложил для чернокожих музыкантов дорогу в шоу-бизнес, в ту область, где ранее очень четко ощущалось расовое расселение. Горди не только создавал для своих артистов, включая маленького Майкла, климат, способствовавший принятию их белой и интернациональной аудитории, но и исповедовал идеологию единения, которую Джексон позднее принял всем сердцем. В течение всей карьеры Майкл не признавал классификации своего творчества по расовому, жанровому, национальному или иному признаку. Он считал, что музыка универсальна, и чернокожий мальчик из Гэри, штат Индиана, вполне мог быть ее королем. Эта философия несомненно стала позднее одной из причин интереса Джексона Куинси Джонсу. У Джонса, как Майкл объяснял в интервью 1980 года, была музыка без границ, он занимался всем, от джаза и поп-песен до классических произведений. Он также работал со всеми цветами, а это для Джексона было важно, чтобы его работа не получила ярлык черной музыки. Действительно, хотя творческие корни Джексона уходили в афроамериканские традиции, разброс повлиявших на него музыкальных течений, выходят далеко за рамки одной расы и этники. «Я люблю великую музыку», говорил он, «у нее нет цвета и нет границ». В детстве Джексон увлекался первопроходцами фанка «Пи Фанк» и «Слай энд «Де Фэмили Стоун», фолкгруппами «Карпентерс» и «Мамас энд «Де Папас». Он слушал все, начиная от бродвейских певиц Джули Эндрюс и Барбары Стрейзен и заканчивая диско-сенсацией «Бит Джиз». Джексон любил просто получать удовольствие от искусства, что он часто называл «волшебством», но он также хотел понять анатомию искусства. Он хотел разобраться во всем, как оно воздействовало на людей, как развивалось, что именно выжило и прошло сквозь века, каковы его возможности. К тому времени, как он встретил Куинси Джонса в конце 70-х, у него еще подростка, за плечами было уже почти 10 лет опыта и обучения у самых известных музыкантов и композиторов. Джонс называл его «губкой». Он хотел быть лучшим во всем, впитать в себя все. Он учился у лучших в каждой из областей, чтобы создать действия и личность, которым не будет равных. Мир воображения Всю свою жизнь Майкл Джексон держал руку на пульсе музыкальной индустрии и как поклонник чужого творчества и как артист, находящийся в поиске новых звуков и идей. Он был покорен мистицизмом и артистизмом двух главных поп-феноменов, завоевавших мир до него – Элвиса Пресли и Битлз. Его женитьбы на дочери первого и покупка песенного каталога последних не были случайными. Думая о своем собственном артистическом и культурном наследии, он всегда считал Пресли и Битлз образцами, однако его музыкальные интересы формировались и под влиянием менее очевидных исполнителей – Led Zeppelin, Yes, Grace Jones и Radiohead. «У меня дома есть записи и альбомы, наличие которых в моей коллекции люди никогда бы не предположили», сказал он однажды. Этот обширный спектр музыкальных знаний обнаруживается во многих его песнях. Так, «Wanna Be Starting Something» он включил африканское песнопение, вдохновленное произведением Соул Макосса, камерунского саксофониста Ману Дибанго. В «Литл Сьюзи» он использовал отрывок хоралов из «Реквиема» сочинения девять французского композитора Морриса Дюруфле. В «Тубет» он задействовал первопроходцев хип-хопа «Ран Диэмси». Как писал Грег Тейт, Джексон был готов заимствовать у любого, кто, по его мнению, мог сделать его собственный материал более интуитивным, современным и захватывающим. Однако уникальность Джексона как артиста заключается еще и в том, что многие музыканты, оказавшие на него влияние, вовсе не были модными или современными. Когда ему задали вопрос о том, что вдохновило его на создание триллер, он назвал не «Принца» или «Полис». Он сказал, что вдохновил его русский композитор девятнадцатого века Петр Чайковский. Возьмите произведение «Щелкунчик». Каждая композиция в нем убойная. Каждая. Поэтому я сказал себе, почему не сделать такой поп-альбом? Классическая музыка вдохновила его не только на концепцию сплошного качества. С юных лет Джексон слушал таких композиторов, как Чайковский, Дебюси, Прокофьев, Бетховен, Бернстайн и Копленд. Его особенно привлекало творчество эпохи романтизма и импрессионизма с запоминающимися мелодиями и ярким эмоциональным колоритом. Для Джексона музыка всегда была визуализированной, поэтому ему нравились произведения, связанные с живым представлением или вызывавшие в воображении яркие картины. Например, «Арабеско номер один Дебюси» или «Петя и волк Прокофьева». Классическое влияние прослеживается во всей работе Джексона. Иногда классика звучит даже во вступлениях к его собственным композициям. Джексон также был горячим поклонником мюзиков. Звуки музыки, поющие под дождем, «Моя прекрасная леди», «Весцайская история». Он использовал их стиль и в своих видеоклипах, и в альбомах. Из-за подобных тем в творчестве традиционные рок-критики порой были с ним не в ладах, считая его слишком театральным. Но Джексон так и не отрекся от своей любви к паратвейским мелодиям. Кроме того, он был одержим кинематографом, старыми фильмами студии MGM, всем, что когда-либо снимали Дисней, Спилберг, Лукас, Хичкок и Фрэнсис Форд Коппола. Он постоянно пересматривал «Инопланетянина» и «Ти», «Человека-слона» и «Убить-пересмешника». И каждый раз плакал над этими фильмами. «Смотря фильм, ты переживаешь происходящее на экране», говорил он. «Режиссер держит аудиторию два часа подряд. Он овладевает их мозгом и сознанием. Он может отвезти их куда захочет. Эта идея меня просто захватывает. У тебя есть власть затронуть сердца людей, изменить их жизнь». Неугасимая любовь Джексона к киноэкрану повлекла за собой страсть ко многим другим вещам. Он буквально влюбился во все, что делали Ширли Темпл и Элизабет Тейлор. Слухи о том, будто он обустроил у себя дома посвятилищу для каждой, были правдивы. Его коллекция мультфильмов превосходила коллекцию Пола Маккартни. Он часами мог смотреть юмористическое шоу «The Three Stooges». Он часто заявлял, что был Питером Пеном. Настолько он ощущал родство с персонажем Джеймса Барри. Джексон изучал работы всех известных танцоров в столетие, в том числе Фреда Астера, Джина Келли, Боба Фосса, Марта Грэхэм, Элвина Эйли и Джеффри Даниэля. А они, в свою очередь, в равной степени восхищались им. Однако, больше всего он ассоциировал себя с легендой кинематографа Чарли Чаплином, такой же, как он сам, парадоксальной фигурой, человеком, выбившимся из бедности и ставшим величайшим артистом своего времени. В работах Джексона нетрудно обнаружить характерные чаплинские движения, комбинацию чаплинской экспрессии и пафоса. Он не только смотрел или слушал произведения всех этих людей искусства, он еще и читал о них. Майкл Джексон был ненасытным читателем. С самого детства и до последних лет жизни он при каждой возможности ходил по книжным магазинам и уносил оттуда целые кипы книг. В его личной библиотеке насчитывалось более 20 тысяч наименований, включая биографии, поэзию, идеологию и историю. Джексон читал об афроамериканском рабстве и движении по защите гражданских прав, об Эдисоне и Галилее, о религии и духовности. Он читал романы Джеймса Барри и Чарльза Диккенса, он читал Блейка, Эмерсона и Ворсфорта. Он заставил свой персонал прочесть биографию известного шоумена Барнума и часто цитировал целые абзацы из биографии Микеланджело и Альберта Эйнштейна. И когда этот артист работал над альбомом, танцевал или создавал видеоклипы, он постоянно обращался к своей интеллектуальной сокровищнице. Разносторонний живой мир воображения был для Джексона так же реален, как и его собственная жизнь, если не более. Слияние жанров В том числе благодаря такой эклектике интересов и влиянии работу Джексона отличает синтетичность. В ней сливаются следы различных эпох, стилей, средств передачи и жанров, поэтому оценивать его искусство довольно трудно, ведь произведения Джексона никогда не были жанрово-изолированными. Например, в Black O'White присутствуют элементы классического рока, R&B, рэпа и поп-музыки. Добавьте к этому еще и видеоклип, в котором прослеживаются черты фильмов «Поющие под дождем» Стэнли Донана и Джина Келли и «Делай как надо» Спайка Ли. К тому же в этом видео Джексон танцует, соединяя несколько стилей, от чечетки и хип-хопа до модерна. Каждое произведение Джексона имеет богатую, смысловую и художественную подоплеку, благодаря которой его работа одновременно узнаваема, потому что исторически насыщена и свежа, потому что слияние стиля и жанров в ней уникально. Оценивая музыку Джексона, очень важно учитывать ее визуальную презентацию. Песни Майкла Джексона мы видим через их видеоинтерпретацию гораздо лучше, чем песни других музыкантов до него. Практически невозможно слушать триллер Bad Smooth Criminal или Black or White, не представляя при этом костюмы Джексона, его хореографию и кинематографичное музыкальное повествование. Некоторые музыкальные пуристы, как 80-е, так и по сей день не одобряли эту тенденцию к слиянию жанров, поскольку, по их мнению, это нарушало целостность песни. Разумеется, до Джексона многие артисты, включая Элвиса и Битлз, экспериментировали с визуальным представлением своей музыки в кино и на телевидении. Однако, в 70-х годах такая форма искусства, как музыкальный видеоклип, была недооценена и использовалась в основном как инструмент продвижения, некачественный, низкобюджетный и бессюжетный. Джексон в 1983 году открыл миру новые возможности. Билли Джинн и Битт инициировали эту трансформацию, заменив дешевые, плохо смонтированные промо-ролики на тщательно проработанные клипы с интересными сюжетными линиями, зрелищным видеорядом, спецэффектами и, разумеется, хореографией Джексона, уже ставшей его визитной карточкой. Затем последовал прорыв, появление 14-минутного видео-триллер, создание которого обошлось более чем в полмиллиона долларов. Видеокассета триллер стала самой продаваемой музыкальной кассетой в истории. И во всем мире сегодня именно триллер считается самым знаменитым видеоклипом. Джексон продолжал создавать подобные жанровые новации в течение всей своей карьеры, что сделало его ведущим артистом поколения MTV. С четырехмерным ли аттракционом «Капитан Эо» или с сорокаминутным готическим киноспектаклем «Гостс» Джексон всегда был впереди планеты всей, расширяя границы жанров и разжигая воображение зрителей. Как сказал критик Хэмптон Стивенс, общепринятое мнение о том, что видеоклипы Джексона создали телеканал MTV и изменили музыкальную индустрию верно лишь наполовину. Скорее, музыкальная индустрия расширилась, чтобы охватить талант Джексона и снова сократилась, когда его не стало. Видеоклипы ничего не значили до появления Майкла и потеряли значение буквально сразу же, как он перестал создавать свои шедевры. Универсальный язык пения Хотя эта книга отдает должное творческому вкладу Джексона в развитие танца и видео, основной акцент она все же делает на его работе как певца и композитора. Вероятно, отчасти потому, что способности Джексона в этих сферах, его выдающиеся навыки вокалиста и песенника часто обходят вниманием. Несомненно, у такого пренебрежения есть масса причин. Одна из них в том, что подход к оценке работы Джексона сильно отличается от такового для традиционных певцов и композиторов вроде Брюса Спрингстина или Боба Дилана. У Дилана на передний план часто выходят тексты песен и критики оценивают именно их. У Джексона же тексты зачастую вспомогательны или, во всяком случае, являются лишь одним из элементов произведения. Отличительной особенностью вокала Джексона является его способность передавать эмоции без использования языка с помощью его знаменитых вздохов, глотаний звуков, восклицаний, вскрикиваний. Он часто поет скатом, искажает слова так, что их едва можно разобрать. Главная его задача заставить публику прочувствовать песню именно как ощущение, а не сосредотачиваться исключительно на тексте. Такие ощущения, конечно же, сложнее анализировать. Этому интуитивному методу создания музыки Джексон научился наблюдая за настоящими мастерами фанка, соло и ритм энд блюза. Однако он разработал свой собственный неповторимый стиль. Голосом он мог блестяще передавать эмоциональные крайности, наполняя даже самый обычный текст страстью и глубиной. Куинси Джонс заметил однажды, Майкл обладает теми же качествами, что и великие джазовые исполнители, с которыми я работал. Элла, Синатра, Сасси, Оретта, Рей Чарльз, Даяна. У всех у них была эта чистота, этот характерный мощный звук, открытая душевная рана, сделавшая их великими. Пение утоляло их боль, залечивало сердца и растворяло проблемы. Музыка была их освобождением из тюрьмы эмоций. С технической точки зрения широкий вокальный диапазон Джексона давал ему полную свободу в пределах почти четырех октав. Уже во взрослом возрасте он очень упорно работал над этим, хотя и редко использовал все возможности своего диапазона. Будучи природным тенором, в верхнем регистре он пел очень гладко и чисто, но мог не менее эффектно звучать и в нижнем регистре, иногда опускаясь даже в баритон. Все, кто работал с ним, отмечали его абсолютный слух. Преподаватель по вокалу Сет Рикс восхищался его способностями и умением полностью детей певцов, каких знала история. Люди часто воспринимают его эволюцию во взрослого вокалиста как должное, но на самом деле на это было затрачено огромное количество усилий и работы над собой. Ему пришлось искать новые способы подхода к песням и новые способы применения своих вокальных навыков. Потерю детской эластичности и гибкости голоса Джексон восполнил креативностью и разносторонностью. В одном только альбоме мы слышим и фальцетный экстаз и нежную теплоту и первобытные вокальные вибрации и джазовую импровизацию и хрупкую балладу В следующих альбомах он взлетел ввысь величественным гимном на фоне госпел-хора, выдавал напряженный чуть надрывный вокал в рок-песнях Dirty Diana и Given To Me использовал рэп, речитатив и битбокс во многих ритмических треках. Джексон был танцором в сердце и его вокальное мастерство выражалось в ритме и вокруг ритма, пишет музыкальный критик Нейл Маккормик. Он любил записывать многослойный вокал, оттенять свои же партии, вести диалог с самим собой. Мне кажется, это один из тех голосов, которые будут выделяться в любом контексте, чего не скажешь о большинстве поп-исполнителей. Он попадает в нужную эмоцию, но почти титанически сметает все границы, так, как иногда способны редчайшие певцы мира и выходит за пределы языка, в чистую музыку. И действительно, именно этого Майкл желал достичь своим пением. Послушайте его бессловесный плач в припеве Earth Song или его скат в незаконченной In the bag в словах нет нужды, глубокие чувства идеально переданы манерой исполнения. Его голос и есть музыка. Музыка, как гобелен. Однако Джексон пользовался своей музыкальной интуицией не только тогда, когда пел, но и когда писал свои песни. Хотя он не владел нотной грамотой и не играл на инструментах профессионально, он мог голосом передать аранжировку, ритм, темп и мелодию практически для каждого инструмента. Он начинает с музыки, со звучания песни, рассказывает продюсер Билл Батрелл. Обычно он начинает не с текста, он слышит всю аранжировку песни в голове, он напевает ноты, он может передать все это голосом, как никто другой. Не просто пропевает слова песни, а передает эмоцию в партии ударных или партии клавишных. Он очень хорошо умеет передавать такие вещи. Часто Джексон напевал новую песню на аудиопленку, а затем шел с ней музыканту или продюсеру и диктовал музыку непосредственно им. Однажды утром Майкл принес новую песню, которую написал за ночь, вспоминает ассистент звукорежиссера Роб Хоффман. Мы вызвали гитариста, и Майкл пропел ему каждую ноту, каждого аккорда. Вот первый аккорд, первая нота, вторая нота, третья нота, вот второй аккорд, первая нота, вторая нота, третья нота и так далее. А затем мы наблюдали самое прочувствованное и глубокое вокальное исполнение вживую в аппаратной на микрофон SM57. Он тогда пропел нам целую аранжировку для струнных каждый такт. Стив Паркара как-то рассказывал мне, что наблюдал, как Джексон делал то же самое с партией струнных. У него все было в голове, все гармонии, не просто идея ритма в 8 тактов. Он напевал всю на диктофон со всеми паузами и эффектами. После того, как Джексон придумывал основу песни, он начинал постепенно наращивать звук слой за слоем. Этот процесс иногда тянулся неделями, а иногда и годами. Музыка это гобелен, пояснял он. В ней много слов, они переплетаются и если рассматривать ее вот так слоями, ее можно лучше понять. Он любил выжидать, пока песня проявится сама. Если она оформлялась в его голове не полностью, он переходил к чему-то другому и возвращался к этой песне позднее. Те, кто с ним работал, отмечают его терпение, сосредоточенность и истинную преданность своему делу. Он был совершенным профессионалом, вспоминает технический директор Брэд Сандберг. Если запись вокала была запланирована на полдень, он приходил в 10 утра вместе с преподавателем по вокалу Сэтом Риксом и пел гаммы. Да, гаммы. Я устанавливал микрофон, проверял оборудование, заваривал себе кофе, а он два часа подряд пел гаммы. В студии у Джексона были свои особые предпочтения. Прежде чем петь, он выпивал стакан обжигающей горячей воды с растворенными в ней каплями от кашля Рикола, чтобы смягчить голосовые связки. Он любил слушать музыку на такой громкости, что его сотрудникам приходилось пользоваться берушами или выходить из комнаты. Обычно он пел при выключенном свете. Темнота позволяла ему полностью погрузиться в песню, не чувствуя стеснения. Во время пения он пританцовывал, притоптывал ногами и щелкал пальцами. Если у него еще не было готового текста, он просто пел скатом или выдумывал слова на ходу. Между сессиями он рисовал наброски на обрывках бумаги или играл с животными, которых привозил с собой шимпанзе-бабблзом и питоном-мускулом, которому очень нравилось лежать на теплом микшерном пульте в аппаратной. Несмотря на все причуды Джексона, среди работавших с ним людей невозможно найти практически никого, кто не проникся бы к нему глубоким уважением. Даже в то время, когда его личная жизнь пребывала в полном хаосе, коллеги по творчеству видели личность совершенно далекую от портретов, преподнесенных желтой прессой. И продюсеры, и звукоинженеры, и музыканты описывают его как человека, обладавшего особой аурой, но при этом приземленного, скромного и вежливого. Они говорят о его чувстве юмора и громогласном хохоте, о его любознательности, о его страсти и энтузиазме по отношению к каждому проекту. Все записи Майкла были сделаны с чувством восторга, которого я не ощущал больше ни с кем, говорит звукорежиссер Брюс Свиден. Я имею в виду необычное веселье, хихоньки и прочее, я имею в виду настоящий музыкальный восторг. Его страсть к нашему делу была безграничной. Продюсер Билл Батрелл, тесно сотрудничавший с Джексоном во время записи Бэт и Денджерес, с благодарностью вспоминает, как тот постоянно заставлял его, Батрелла, расти над собой. Он начал просить меня брать больше ответственности, играть больше музыки, писать музыку, играть на новых инструментах. Он изменил мою жизнь, и я всегда помнил об этом. Коллеги Джексона рассказывают, что он не только относился к ним как к равным, но и искренне восхищался их талантами и вкладом в работу. Композитор и музыкант Брэд Баксер, работавший с Джексоном 25 лет, вспоминает радость момента нахождения правильного аккорда или ритма. Когда ты делал что-то, что нравилось Майклу, он говорил, то, что нужно, идеально, зацементируй как следует. Особо понравившиеся версии мы называли библейскими. Мы прослушивали тысячи различных версий и самые лучшие присуждали звание библейской. Это было чрезвычайно приятное, веселое время, поскольку у нас была полная музыкальная свобода. Мы знали, что в итоге получится что-то классное. Работа не надоедала, не приедалась. Стоит отметить, что музыка Майкла Джексона чаще всего создавалась не в изоляции. Идея могла прийти к нему в момент уединения, но реализовывал он ее так же, как и режиссер снимает фильм с помощью динамического, равноправного взаимодействия творческих умов своей команды. Джексон обожал собирать вокруг себя таланты и быть частью творческого коллектива. Когда он находил нужных людей, во главу угла ставился девиз, остававшийся неизменным с первых сессий офф-зэ-вол и до последних проектов. Девиз гласил «На первом месте музыка». В результате музыка получалась отменного качества, и она гораздо более разнообразна, чем считает большинство слушателей. В дополнение к фанку, рн-би, року, соулу, джазу и диско Джексон экспериментировал с классикой, мюзиклами, госпелом, латино, хип-хопом, электроникой и индастриалом. Его часто критиковали за такую эклектику. Люди считали, что он просто пытается понравиться всем. Он же защищался, отстаивая музыку без границ. «Я не делю ее на категории», сказал он в интервью 2002 года. «Музыка есть музыка, как можно проводить в ней различия?» Такова была его философия, поставившая знак качества на его творчестве. Если Битлз привнесли в рок-элементы фолка, блюза, психоделии, восточных мотивов и классики, то Джексон превратил поп-музыку в многожанровую мультимедийную область, не имеющую границ и звучания, стилях и возможностях. Творческое развитие Несмотря на постоянные эксперименты и творческое развитие Майкла Джексона, большинство музыкальных критиков десятилетиями придерживались мнения, что он достиг своего пика с альбомами «Ов the Wall» и «Триллер», а все, что последовало за ними, было медленным стабильным упадком. В «Некрологии» 2009 года «Нью-Йорк Таймс» назвала его карьеру после «Триллер» «причудливой дезинтеграцией». Что же сделало его работу в эти годы такой причудливой? Не упоминается ничего конкретного, кроме причудливой личной жизни, которая почему-то приравнивается к плохой музыке. Точно так же, как в «Таймс» Джош Тиранджил пишет, «Учитывая беспредел, происходивший в личной жизни Джексона, неудивительно, что 90-е были для него совершенно непродуктивными». Тиранджил не объясняет, почему беспредел в жизни оказался столь плодотворен для других артистов Рея Чарльза, Джона Леннона и Курта Кобейна, но не для Джексона. Он также не объясняет, каким образом обилие творческого материала, а в 90-х Джексон написал больше песен и выпустил больше альбомов и видеоклипов, чем в 80-х, характеризует неплодотворный период. Музыкальный критик Джон Парелис хотя бы конкретизирует, что к творческому упадку Джексона привела потеря невинности и простодушия. Это подспудная сладость, которая так располагала к мистеру Джексону даже при всех его странностях давно скисла, пишет он. То есть, для Парелиса в работе Джексона ключевым критерием была сладость, и он даже не пытался согласовать это с его ранними вещами вроде Билли Джин и Wanna Be Starting Something, затрагивающими весьма мрачные темы. Кроме того, ожидание бесконечной сладости кажется довольно странным, если учесть, что конфликт, ярость, тревога, социальный протест и крах иллюзий исторически служили стимулом для наиболее сильной музыки. Критики так и не смогли серьезно оценить все творческое наследие Майкла Джексона, как правило, обходясь туманными обобщениями с нисходительным равнодушием и мелким морализаторством. В результате спектр его работ зачастую неверно характеризуется и понимается. Вопреки большинству суждений в прессе, детальный анализ сольной карьеры Джексона выявляет поразительную творческую эволюцию. Здесь уместно будет параллель с Битлз, которые также начинали с песенок про любовь, а затем все дальше выталкивали себя и свою аудиторию за рамки привычных звуков и аранжировок. Писали все более сложные и социально значимые тексты, бросая вызов традиционным ценностям и убеждениям того времени. Об этом же пишет критик Армонд Уайт, карьера Джексона, превратившая его из любимого всеми звездного ребенка в ослепительного молодого человека и далее в загадочного покорителя мира демонстрирует неуемное воображение. Он двигал культуру вперед, бросая ей вызов и в то же время бросал вызов самому себе. Его уникальная природа озадачивала и привлекала людей и при этом атаковала статус-кво, что вообще говоря для поп-искусства парадоксально. Однако такое признание было скорее исключением исправил. Если в адрес Битлз критики всегда пели хвалы за их рост и изменения, то Джексона чаще критиковали как пустого охотника за рекордами, чья неспособность превзойти коммерческий успех альбома триллер каким-то образом означала, что его музыка потеряла ценность. В последнее время эти общепринятые воззрения пересматриваются по мере того, как и публика и критики возвращаются к альбомам и видеоклипам, часто в случае более поздних произведений, слушая их впервые и заново оценивают их эстетику и культурную значимость. Эта переоценка свидетельствует о том, что хотя в Штатах цифры продаж и культурное влияние музыки Джексона снижались, ее богатство, глубина и талантливость оставалось неизменными. Достаточно взять пронзительную, поэтичную Stranger in Moscow, одну из самых сильных песен об отчужденности со времен битловской A Day in the Life. Готический поп-шедевр Is It Scary? разворачивающий зеркало к осуждающему обществу и заставляющий людей смотреть на свое гротескное отражение. Или видеоклип к Black or White, смешивающий сатиру и идеализм, а затем переходящий к совершенно бесстрашной и художественно изощренной коде. Может быть, такие работы продемонстрировали другую, менее радостную версию Джексона, но их никак нельзя назвать скучными и бессодержательными. Миккл Гилмор из Rolling Stone пишет об этом недооцененном творческом периоде, что примечательно, именно в это время Джексон создал многие из своих самых интересных произведений, самых остроумных, наполненных болью, самых злых и на тот момент самых политически откровенных и бунтарских. И все же, было бы ошибкой считать, что вызывающие и социально важные темы появились в его творчестве только на поздних этапах карьеры. Конечно, со временем некоторые общественные заявления стали более острыми и прямыми, особенно в альбомах Dangerous, History и Blood on the Dance Floor. Однако, внутренний конфликт был в его произведениях всегда. Как пишет Джоди Розен, хотя он и оставил себе более высокие и обширные цели, чем любая другая поп-звезда до или после него, желая, чтобы весь мир покупал его пластинки, но тем не менее, он никогда не шел на компромиссы. Его музыка самая странная и мрачная из всего, что до сих пор достигала столь оглушительного успеха. В сравнении с ним Синатра, Элвис, Битлз и Мадонна просто размазни. Разумеется, это не значит, что в его творчестве нет светлого начала. Даже в поздних альбомах присутствуют моменты подлинного счастья, песни, под которые хочется танцевать, как под You Rock My World, песни, передающие чувство влюбленности, как ретро-соул-классика Butterflies, или чистое ностальгическое блаженство, как Remember the Time. Один из интереснейших аспектов работы Джексона, то, как он уравновешивает эмоциональные крайности, мрачные мотивы тревоги, отчаяния и отчужденности, и песни об экстазе, волшебстве жизни, любви, фантазии и мире без границ. Действительно, на его творчество можно смотреть так же, как на классические песни невинности и опыта Уильяма Блейка. В нем присутствует постоянное взаимодействие, столкновение этих противоположных состояний, иногда даже в одной песне, например, в видеоклипах Black or White и Thriller. Джексон был мастером парадокса. Стоит вам привыкнуть к одному состоянию, как сцена меняется и создается очередной контраст. Критики часто осуждали эти резкие повороты, а не ожидали альбом с одной четкой темой или звучанием. Но Джексон, как артист, работал иначе. Он ценил изменчивость и намеренно держал слушателя в напряжении. И поэтому теперь для нас продвижение по творчеству Джексона похоже на полет в турбулентном потоке. Хотя в нем, безусловно, есть повторяющиеся темы. Многие из песен можно отнести к узнаваемым категориям. Есть песни о соблазне и обмане, Billie Jean, Dirty Diana, Dangerous, Blood on the Dance Floor, Heartbreaker, песни, уходящие корнями в готику и жанр хоррора, триллер, Ghosts, Is It Scary, Treated, песни о средствах массовой информации и социальной несправедливости, Leave Me Alone, Why You Wanna Trip On Me, Scream, Tableau Junkie, They Don't Care About Us. Есть классические песни о любви, Rock With You, The Way You Make Me Feel, Remember The Time, песни об одиночестве, She's Out Of My Life, Who Is It, Stranger In Moscow, и, конечно же, гимны We Are The World, Men In The Mirror, Heal The World, Earth Song. Если в работах Джексона и присутствует какая-то связующая нить, то это постоянное недовольство миром в его текущем состоянии и попытка подарить людям бегство от реальности, освобождения или возможность перемен в качестве противоядия. Это, по существу, романтическая парадигма. Искусство, как выразился поэт Перси Шелли, это зеркало, которое делает искаженное прекрасным. Другими словами, это путешествие к целостности, интеграции двух миров, но при этом искусство не игнорирует искаженное. Цель артиста – показать борьбу, контраст искаженного и искажаемого. Многие из наиболее ярких произведений Джексона повествуют об отдалении и потере места в жизни, желании быть в ином месте, неспособности вернуться к утраченному прошлому, пишет Джефф Чанг. Эта дихотомия пронизывает творчество артиста. Он ищет мир, из которого пришел в чайлдхуд. Он не знает, жить ли или умереть в «She's out of my life». Он попал в западню в «Leave me alone». Он запутался «Will you be there?» Он покинут «Stranger in Moscow». Все это – отражение того, что Джексон называет «израненным миром». Это результат отчуждения людей друг от друга и от среды их обитания. Это повествование о разобщенности и печали. «Когда-то я мечтал», поет он в «Earth Song». «Когда-то я смотрел дальше звезд, а теперь я не знаю, где мы, хотя знаю наверняка, что мы зашли слишком далеко». В «Man in the Mirror» он признается, что стал жертвой собственного эгоизма. В «Джем» он воспитан системой. «Wanna be starting something» он застрял посредине, и боль оглушительна. И все же Джексон всегда верил в то, что музыка укажет ему путь, и он сможет увлечь на этот путь своих слушателей. Так в финале «Starting something» он выкрикивает «Я знаю, что я что-то значу». «I know I am someone». После чего символически связывает себя с обществом в коллективном африканском песнопении «Mama see, mama sa, mama kusa». Аналогично в «Man in the Mirror» сострадание приходит на смену эгоизму, рождая личность, являющуюся частью человечества. Разумеется, не в каждой песне присутствует такая связь и превращение. Однако Джексон верил, что в принципе музыкой можно этого достичь. Разрушение барьеров Учитывая природу мастерства Майкла Джексона, неудивительно, что его главное культурное достижение, большее, чем продажи альбомов, награды, многочисленные протеже и даже филантропия, заключается в разрушении барьеров, разделяющих людей. Это новаторство стало ярко проявляться сначала в расовом вопросе, когда массовая популярность Джексона заставила радиостанции, журналы и телеканалы вроде MTV наконец перестать делить музыку на рок и R&B, ссылаясь на коммерческую оправданность и открыть дорогу чернокожим артистам. Разумеется, и до Джексона на эстраде выступало множество успешных артистов афроамериканского происхождения, однако ни одному из них не удавалось достичь такого космического уровня, как Элвису Пресли или Битлз. И большинству казалось совершенно естественным то, что белый музыкант всегда будет успешнее, чем чернокожий. В 80-х годах Майкл Джексон положил этому мифу конец. Триллер не просто стал самым продаваемым альбомом чернокожего певца или лучшим альбомом десятилетия. Это был самый продаваемый альбом вообще. Грандиознее Элвиса, грандиознее Битлз, грандиознее Роллинг Стоунс. Для афроамериканцев это явилось гигантским достижением и признанием. Музыка, которую они создали, наконец-то получила наивысшую оценку. Как написал Грег Тейт, чернокожие дорожили прорывом триллер, так, словно это был их собственный таран, направленный против апартеида. Разумеется, успех Джексона имел значение не только для афроамериканцев. Хотя его корни уходили в афроамериканскую культуру, он чувствовал, что было бы преступлением ограничивать свою музыку одной расой, полом, национальной или этнической принадлежностью, сексуальной ориентации, пишет критик Майкл Эрик Дайсон. Искусство Майкла преодолевало все преграды, которыми люди когда-либо отгораживались друг от друга, а затем стирало различия, по крайней мере, на те несколько мгновений, пока мы вместе слушали его музыку. Это была та самая безграничная универсальность, к которой всегда стремился Джексон. От детей до стариков, говорил он, от фермеров Ирландии до женщины, моющей туалеты в Гарлеме. Я хочу дотронуться до всех с помощью любви, радости и простоты музыки. И нужно признать, что во многом ему это удалось. В особенности после триллер он и его музыка были приняты с распростертыми объятиями по всему миру. Теперь Майкл величайшая звезда во вселенной поп-культуры, писал журнал Rolling Stone в 1984 году. Если не более великое, чем Иисус, как однажды Джон Леннон хвастался о Битлз, то уж точно превосходящее эту группу и любых других поп-идолов прошлого. К началу 90-х годов его концерты шли с аншлагами по всему миру. От Германии до Японии, от Южной Африки до Австралии, от Москвы до Праги. Его песни звучали в каждом уголке планеты. Тексты его песен знали лучше, чем слова национальных гимнов. После триллер, конечно, все изменилось. Джексон оставался величайшим в мире артистом, но становился персоной все более неоднозначной. Все-таки Майкл Джексон всегда был иным. Люди часто забывают о том, как это вообще странно, что большинство в Америке смогло принять человека, носившего косметику, говорившего высоким голосом, одевавшегося в блестки и жившего в миниатюрном Диснейленде. На исходе 80-х, однако, странности Джексона стали особенно ярко выраженными, и не последнюю роль в этом играл его постоянно изменявшийся внешний вид. Майкл Джексон представлял собой нечто принципиально новое и необычное, и американцам в особенности сложно было это переварить. Его заклеймили, назвав странным и чудаковатым. К середине 80-х за ним уже закрепилось прозвище Вако Джако. Вако Джако дословно чокнутый Джеко. В сленговом значении это прозвище еще более обидное. Чокнутая обезьяна. Примечание переводчика. В последующие годы пресса и публика все чаще отводили Джексону второстепенную роль, и его культурное влияние пошло на убыль. Каждая история в желтой прессе, каждый скандал, каждый публичный выход делали его в глазах людей все более странным и угрожающим. Он был аутсайдером, который тем не менее продолжал всех увлекать, но вместе с тем эти годы принесли ему новую культурную роль, и без того отличавшийся от большинства он получил ярлык вдвойне иного. И таким образом миллионы людей по всему миру, по той или иной причине, ощущавшие себя изгоями, почувствовали с ним родство. Пока СМИ безжалостно издевались над ним и унижали его, поклонники видели в нем жертву жестокой, черствой культуры эксплуатации. Майкл Джексон, по их мнению, был чистой, ранимой душой, героем, о каких писал Китс, чьи достижения невозможно было отделить от агонии. Человек, одухотворенный своим падением и обладавший слишком чувствительной душевной организацией, чтобы вынести нападки мира. Стивен Спилберг однажды описал его, как олененка в горящем лесу. Джексон и сам часто укреплял свой образ деликатной персоны. Невинный человек с душой ребенка, вечно восполняющий свое потерянное детство. Певец Серафим, находящий вдохновение в ветвях своего дарующего дерева. Однако к концу 90-х Джексон стал все более метко отвечать на презрительные выпады общества. Он стал ярким воплощением архетипа непонятого творца. Этот эксцентричный гений, не способный найти общий язык с окружающим миром и преданный своему творческому видению, независимо от ожиданий культуры. Он с готовностью обратился к темной стороне романтизма, готики, чтобы выразить ужас, изоляцию и тревогу монстра в чудовищном мире. В фильме 1997 года «Гос. Призраки» Джексон играет роль странного непонятного чужака, которого жители нормальной долины хотят изгнать из города. Но ведет он себя отнюдь никак невинная жертва. Если хотите увидеть странности, поет он, я предстану гротескным перед вами. В последней песне альбома «Инвинсипл» он точно также бравирует своей чудовищностью, провоцируя слушателя. «Тебе следует бояться меня?» В последние 20 лет своей жизни Джексон играл не столь центральную, но безусловно значимую роль в культуре. Он уже не был всеми любимой суперзвездой. Теперь он был суперзвездой, выступавшей с задворок общества от имени обиженных и забытых. Такие его песни, как «We've had enough» и «They don't care about us» выражают родство и солидарность с угнетенными. Первое антивоенный протест, второе мантра о силе для всех, кто пострадал от несправедливости. Это голос, идущий в разрез со статус-кво, голос, обвиняющий СМИ в таблоид Джанке, выкрикивающий апокалиптические псалмы «Вос Сонг» и рассказывающий о тихом отчаянии в «Литл Сьюзе». Однако из-за уничижительного равнодушия большинства журналистов и критиков этот культурный посыл в творчестве Джексона «У Джексона широкая аудитория, но узкий электорат», писал Джей Кокс из журнала «Тайм». В 1990 году известный музыкальный критик Грейл Маркус заявил, что Джексон стал первым поп-взрывом, который нужно оценивать и измерять не по субъективному качеству вызванной им реакции, а по объективным коммерческим показателям. Другими словами, он был отклонением от принятой в шоу-бизнесе нормы. Он был феноменом, спектаклем, о смысле которого никто глубоко не задумывался. Таким образом, его таланты влияния под поверхностным взглядом критики легко умалялись и рационализировались. Элвис и Битлз изменили мир, Джексон же, казалось, был всего лишь коммерчески ориентированным исполнителем. Смерть и второе рождение Для того, чтобы наконец-то по-новому взглянуть на художественные и культурные достижения Майкла Джексона, потребовалось совершенно неожиданное и трагическое событие. Ровно через 30 лет после начала сольной карьеры июньским утром Майкл Джексон скончался в своем доме в возрасте 50 лет. Новость породила волны шока по всему миру. В Америке и Африке, в Европе и Азии люди узнавали о трагедии по телефону, СМС, телевизору и радио, из Твиттера, новостных сайтов и социальных сетей. Интерес был настолько огромным, что от наплыва запросов рухнули многие известные веб-сайты, включая Википедию, Google, TMZ и Лос-Анджелес Таймс. Сегодня был знаменательный момент в истории интернета, заявил представитель Америка онлайн. Мы никогда не видели ничего похожего по масштабам и глубине. В самом деле, отчасти благодаря новым средствам распространения информации, глобальная реакция на смерть Джексона не имела аналогов в истории. Она превзошла реакцию на смерть Элвиса Пресли, Джона Леннона, папы Иоанна Павла II, Джона Кеннеди и даже принцессы Дианы. По оценкам медиа-экспертов, церемония прощения с Джексоном собрала у телевизоров и компьютеров целый миллиард зрителей. Целый миллиард зрителей. Тем временем, буквально через несколько часов после трагических новостей, музыка и видео Джексона стали разлетаться с полок магазинов. В следующую неделю после его смерти 9 из 10 верхних позиций в списке лучших альбомов по версии журнала Billboard в США были заняты Джексоном, чего прежде не удавалось никому. Еще через неделю он занимал уже 12 верхних позиций. Тогда же он стал первым музыкантом, возглавившим чарт топ-200 со сборником лучших песен Number Once оставался на первом месте 6 недель. На сайте iTunes и в прочих онлайн-магазинах король поп-музыки властвовал безраздельно, устанавливая рекорд за рекордом по продажам песен в цифровом формате. В США ни один музыкант до него не продавал миллион скачиваний за неделю. Джексон же в течение недели после смерти, когда в обычных магазинах закончились запасы дисков, продал 2,6 миллионов. По всему миру, включая Австралию, Японию, Новую Зеландию, Аргентину и Германию, его песни-альбомы взлетели на вершины цифровых хит-парадов. Джерри Шрайвер из газеты USA Today написал, при жизни Майкл Джексон был королем поп-музыки. После смерти он стал королем еще и онлайн-продаж. А достижения все росли и росли. До конца 2009 года Джексон продал более 8 миллионов дисков в США и примерно 30 миллионов по всему миру, став не просто самым успешным артистом года, но и побив собственный космический рекорд, установленный в славные времена после выхода триллер. Разумеется, эти цифры не учитывают всевозможные трибюты, показы видеоклипов, память о Джексоне на телевидении и радио, памятные выпуски журналов и 15 миллиардов просмотров видеороликов Джексоном на YouTube. Здесь также не учтены миллионы людей, которые отправились той осенью в кинотеатр смотреть This Is It, документальный фильм о репетициях последних концертов певца, самый продаваемый музыкальный фильм в истории. Такое вознесение для короля поп-музыки было впечатляющим, особенно, если учесть контекст предыдущих лет. Джексон уже 8 лет не выпускал новых альбомов. За прошедшие десятилетия он дал всего лишь два концерта в Мэдисон-Сквер-Гарден в 2001 году. А его последнее публичное появление состоялось во время оправдательного приговора в 2005-м, после чего газеты еще месяцы захлебывались сенсационными заголовками, намекавшими на его виновность. И вот теперь даже для клеветников правда была неоспорима, невзирая на все скандалы и странности, творческое и культурное наследие Майкла Джексона было грандиозным. Конечно же, были те, кто считал, что такая реакция на смерть Джексона всего лишь печальный пример культа знаменитости и раскрутки темы в СМИ. Отчасти это было правдой. Действительно, как и всегда в случае гибели известных людей, СМИ стали использовать уход Джексона для повышения рейтингов, иногда даже в ущерб другим важным новостям. И все же, невзирая на чрезмерное освещение этого события и множество мифов вокруг, его воздействие на культуру было бесспорным. В США Джексон теперь стоит на одной доске с Элвисом Пресли и Битлз, как наиболее значимый популярный артист в истории музыки. В остальном мире его воздействие было еще шире. Некоторые довольно убедительно доказывали, что он самый влиятельный артист 20-го столетия. После его смерти это интернациональное влияние обнаруживалось повсюду. В Лос-Анджелесе и Лондоне, в Рио-де-Жанейро и России, в Кении и Корее люди спонтанно собирались, слушали его музыку, проводили вечера памяти. Одни плакали, другие пели и танцевали. На Филиппинах сотни заключенных станцевали вместе триллер, став настоящей сенсацией на YouTube. В Иране на акции протестов против репрессивного режима ставили Beat It. В Гэре, промышленном городке, где родился Джексон, тысячи людей пришли к маленькому домику на Джексон-стрит, чтобы отдать дань уважения артисту. Люди несли цветы, фотографии, письма и свечи. В Гарлеме у легендарного театра Аполло старики, родители и дети собрались вместе оплакать и вспомнить своего кумира. Каждое поколение знало тексты его песен. Музыка Майкла Джексона рушила барьеры и объединяла людей, как и десятилетиями до этого. Это был момент, воскресивший все то, что мы любили в Майкле Джексоне, пишет Роб Шеффилд. Каждая машина, каждый бар, каждое открытое окно пульсировали в одном и том же ритме, словно Джексон успешно настроил весь мир на свой собственный внутренний ритм дыхания. Однако, для многих журналистов, вероятно, самым удивительным стало массовое излияние эмоций, вызванное смертью Джексона. Его смерть не просто застала людей врасплох, она напомнила им о том, что он для них значил. Особенно глубокой была реакция в афроамериканском сообществе. «От Комптона до Гарлема мы видели на улицах взрослых людей, рыдавших из-за Майкла», писал Грег Тейт. «Мои самые закаленные чернокожие друзья-активисты, как мужчины, так и женщины, признавались, что днями плакали после того, как услышали новость. Нетрудно понять, почему. Почти у всех, кто родился 1968 года, включая детей, о которых я слышу и которым сейчас не больше девяти, с Майклом была связана добрая часть лучших воспоминаний детства и юности». В последующие недели в интервью и статьях люди снова и снова говорили о своих чувствах, связанных с Майклом Джексоном, о том, как они выросли вместе с ним, о том, как его музыка стала саундтреком к их жизни. «Майкл Джексон и Джексон Файв были частью «Моего детства», писала одна из поклонниц. «Моей первой любовью», «Первой песней, которую я пыталась повторить», «Первым постером, повешенным на стену», «Первым концертом, на котором я побывала». «Сейчас мне 44». «Моей первой в жизни собственной пластинкой была пластинка Джексонов». «Я всегда буду любить Майкла за его талант и за особые дорогие детские воспоминания». «Покойся с миром, Майкл. Я люблю тебя». «Я был единственным ребенком в семье», вспоминая другой комментатор. «Я помню, как летом, вернувшись домой из пансиона, слушал песни Майкла на полной громкости. Едва родители уходили на работу и отплясывал под его музыку по всему дому. Благодаря этому я никогда не чувствовал себя одиноко. Спасибо тебе, Майкл, за незабываемую музыку и огромное вдохновение». «Помню, мне приходилось каждый день ездить в университет за 200 миль». «Делился воспоминаниями еще один поклонник. Чтобы не заснуть по дороге домой, я всегда ставил его заводной альбом «Триллер». В каком-то смысле он спас мне жизнь во время тех долгих ночных поездок. Должен сказать, меня мало что выводит из равновесия. Но смерть Майкла Джексона перевернула мой мир, хоть и была предсказуема. Думая о Майкле, я всегда думаю о любви, которую он никогда не мог дарить себе, но отдавал миру через свою музыку». Многие говорили о влиянии Джексона на восприятие межрасовых проблем. «Мне было 11, и я была дочерью полисмена, когда Джексон Файв впервые появились на телевидении», вспоминала какая-то женщина. «Я смотрела их выступление с минуту, после чего сказала, а он миленький». «Ураган, который поднялся в нашем доме из-за этого невинного комментария, невозможно забыть». «Я никогда раньше не видела чернокожего человека. Расизм и злость моего отца не имели равных. В ту ночь я попыталась защитить Майкла Джексона, и отец отвел меня в комнату и бил до тех пор, пока я не пообещала больше никогда о нем не упоминать. До сегодняшнего дня я не могла говорить о том, что произошло. Я только что впервые увидела видеоклип «Блэк о вайт», и так жалею, что не видела его раньше. Я оказалась права, и Майкл Джексон был прав. Спасибо тебе, Майкл, от маленькой белой девочки». «Я помню, мне было три года, я сидел в гостиной со старшими братьями, и мы смотрели видео «Рок with you», пишет еще один комментатор. «Изо всех этих блесток и лучей зеленого лазера я подумал, что Майкл Джексон чернокожий супергерой. Он подарил мне вдохновение, показав, что можно родиться маленьким, бедным, чернокожим мальчиком в Америке и стать королем мира, просто используя таланты и дары, которыми наделил тебя Господь». Многочисленные комментарии пришли от фанатов Майкла Джексона со всей планеты. «Нас лишали стольких вещей в течение стольких лет, а его музыка открыла для нас целый мир», говорила поклонница из России Валентина Громова. «В нем было столько энергии». «Когда я был маленьким, писал еще один поклонник, он был очень популярен в нашей отдаленной деревушке в Индии. В то время мы не знали, кто был президентом Америки, а о Майкле Джексоне знали. Нам так нравилась его музыка, хоть мы и не понимали в песнях ни единого слова. Такова была сила его музыки». Майкла Джексона очень любили в Африке, вспоминает Нана Корам. «Я выросла в Гане и всю жизнь обожала короля поп-музыки. Он был одной из самых одаренных и известных личностей музыкальной индустрии. Он преодолел все культурные барьеры, несмотря на то, что пел только на английском языке». После смерти Джексона подобные воспоминания полились из всех уголков мира. Помимо миллионов комментариев в новостях, на музыкальных сайтах и фан-ресурсах, на официальном веб-сайте Джексона появилось более 500 тысяч записей от людей, желавших отдать дань уважения великому артисту. Лидеры разных стран тоже выражали свои соболезнования. «История будет помнить его как одного из наших величайших артистов», сказал президент США Барак Обама. «Хотя его нежелание признать талант Джексона более развернуто вызвало справедливое раздражение у некоторых поклонников». Бывший президент Южной Кореи и лауреат Нобелевской премии мира Ким Де Джун назвал Джексона героем мира. В Рио-де-Жанейро, где Джексон когда-то снял со спайком Ли клип на песню «They don't care about us», мэр Эдуардо Паэс объявил, что город собирается возвести в честь Джексона статую. Бывший президент ЮАР и борец за гражданские права Нельсон Мандела, сотрудничавший с Джексоном в благотворительных акциях и проектах по правам человека, назвал своего друга близким членом семьи. «Мы восхищались его талантом и тем, как он всегда находил силы переносить невзгоды с высоко поднятой головой». Восхищение выражали и коллеги Джексона. «Это шокирующая и очень печальная новость», сказал Пол Маккарни. «Мне выпала честь пообщаться и поработать с Майклом. Он был очень одаренным человеком, сердцем ребенка добрейшей души человеком. Его музыку будут помнить вечно, а у меня от наших встреч останутся только приятные воспоминания». Поп-звезда Мадонна тоже восторгалась Джексоном и как артистом, и как человеком. В отчаянной попытке удержать память о нем, я вышла в интернет, чтобы посмотреть старые клипы, где он поет и танцует на телевидении, на сцене. И я подумала, боже, каким же он был уникальным, неординарным, редким, другого такого никогда не будет. Он был королем, но помимо этого он был человеком. Увы, все мы люди, и иногда нам нужно потерять кого-то, чтобы оценить по достоинству». В Барселоне группа U2 во время гастролей отдала дань королю, посвятив ему композицию «Анджел оф Харлем» «Ангел Гарлема», после чего спела «Man in the Mirror» и «Don't Stop Till You Get Enough» вместе с 90-тысячным залом. На британском фестивале «Гластонберри» Леди Гага всхлипывала, услыхав новости во время тура, а позднее назвала Джексона революционером и человеком, оказавшим на нее наибольшее влияние. В последующие недели практически все деятели музыки и шоу-бизнеса высказались о Джексоне, от рок-звезд Слэша и Эдди Ван Хейлина и рэперов Канни Уэста и Джей Зи до режиссеров Стивена Спилберга и Мартина Скорсезе. Человек в музыке. И все же, среди всех искренних слов и трибютов самым личным и ярким стал панагирик старого друга и коллеги Джексона из Матаун слепого певца Стиви Уандера. Уандер, разумеется, никогда не смотрел, как выступает Джексон, никогда не замечал изменения в его внешности, не видел ни видеоклипов, ни костюмов, ни масок, однако он знал Джексона гораздо ближе, чем большинство, и он слышал его музыку. Он часто говорил, что Майкл был подарком небес. Во время медийной какафонии после смерти Джексона Стиви Уандер публично не произнес ни слова, он смятение и предпочитает пока ничего не говорить, пояснил его представитель. Несколько недель спустя, когда Уандер вышел на сцену на церемонии прощания с Майклом, было видно, что он все еще сильно переживает. «Это момент, до которого я надеялся никогда не дожить», сказал он. Но заиграв вступление к «I can't help it», песни, которую он написал для альбома Майкла «Off the Wall» в 1979 году, он, казалось, начал излучать энергию Джексона, эту знакомую, странноватую смесь томления и грусти. В последовавшем попури вдохновенной комбинации «Never dreamed you'd live in summer» и «They won't go when I go» музыка Уандера одновременно исцеляла, оплакивала и говорила правду. «Больше не будет лживых друзей, ожидающих трагической кончины», пел он в последней песне для притихших зрителей. Это был глубокий «Gospel Soul», передававший тяжелую личную внутреннюю боль. Это была песня о потере друга, а не попку мира. Но Уандер вложил в эту музыку не только чувство потери, в ней было еще и справедливое негодование. «Нечистые умы сбили с пути чистоту», восклицал он. «Невинным суждено уйти, для них приготовлено место покоя». По мере того, как песня подходила к эмоциональному пику, страдающий певец изливал через нее душу, как если бы его пение могло, наконец, пробиться сквозь окружающий цирк и ничтожный шум, и обнаружить самую суть, человечность и трагедию Майкла Джексона. «Майкл, они не пойдут», кричал он, «они не пойдут туда, куда идешь ты». Когда Уандер закончил, толпа зааплодировала, но он, как и Майкл, казалось, был в ином месте. Для Уандера, как и для многих, смерть Джексона означала, что, по крайней мере, его длительные страдания закончились, и он, наконец-то, мог уйти в яркий творческий мир, который создал сам. Но те, кто остался, включая его детей, друзей и поклонников, переживали глубокую утрату. По иронии судьбы, сам Джексон заметил в автобиографии 1988 года. Исполнители прошлого часто были трагическими фигурами. Многие великие артисты пострадали или погибли из-за тягот жизни и наркотиков. Это очень грустно. Как поклонник их таланта ты чувствуешь себя обманутым, потому что не можешь увидеть их развитие с возрастом. Бывшая жена Джексона Лиза Мари Пресли вспоминает, как однажды в середине 90-х в ходе беседы о ее отце Майкл, посмотрев на нее внимательным взглядом, сказал почти со спокойной уверенностью. Я боюсь, что закончу так же, как он. Джексон, конечно, не хотел такого исхода. Он часто говорил, что боится смерти. Но он прочел и увидел достаточно, чтобы знать, как нелегко прожить долгую жизнь во славе. Более 40 лет он сражался и играл с ней, использовал ее и убегал от нее, прятался от нее и отвергал ее, и не раз описывал влияние славы на свою работу. В итоге, мир потерял его, но зато получил Билли Джин, Стрэнджер «Ин Москву» и «Мэн и Мироу». Как бы ни выглядела его жизнь изнутри, пишет журналист Дэвид Гейтс, снаружи она была работой гения. Называйте ее хоть триумфом, хоть цирком, это всего лишь слова. Но мы никогда не видели никого подобного раньше, ни в том, что касается творческой изобретательности, ни в столь же талантливом изобретении самого себя. И мы не забудем его, пока всех нас не поглотит гигантский Неверленд. Майкл Джексон продолжал творить и выступать до последней своей ночи. Своим коллегам он сказал, что не мог спать, потому что не мог выключить процесс. Идеи все приходили и приходили. Его воображение не знало покоя. У него были большие планы на будущее. Это приключение, сказал он в своей последней творческой команде. Великое приключение. Дорогие друзья, как я уже говорила в начале ролика, сейчас вы прослушали начало книги, которую многие просят прочесть здесь на Ютубе, но, к сожалению, это невозможно сделать. И поэтому я прочитала ее на своем канале в Яндекс.Дзене. В Яндекс.Дзене меня найти очень легко. Достаточно пройти по ссылке, которую я закреплю в комментарии под этим видео, либо просто в Яндекс.Дзене вы можете набрать в поисковике Светлана Ибрагимова. Там появится ссылка на мой канал. Аватарка такая же, как и шапка здесь на этом канале в Ютубе, такого голубого цвета, с Майклом, в общем, все как вы привыкли. На самом канале для вашего удобства я собрала всю книгу в подборку. Подборка называется «Книга, которую вы хотели послушать». На данный момент книга на моем канале в Яндекс.Дзене прочитана и выложена полностью, поэтому желаю вам приятного прослушивания. Буду вам очень благодарна, если вы подпишетесь на мой канал и в Яндекс.Дзене тоже. Но кто не подписан на канал в Ютубе, подписывайтесь. Здесь вы можете найти очень много интересной информации о Майкле Джексоне из уст людей, которые работали с ним, дружили с ним, которым он помогал на протяжении своей жизни и, конечно же, от его родственников. Еще раз большое спасибо всем за то, что вы смотрите и слушаете мои ролики, за подписку. Всего вам самого наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!